700 подписчиков, особенное видео, и сегодня рубрика «Вопрос-ответ» насчёт нашей музыкальной группы «Мьюзик Мелани». Ну, а с вами на связи Варлина и Бравадол. Погнали! Почему мы так назвали группу? Звание придумал изначально мой продюсер. Когда мы обсуждали нашу новую музыкальную группу, он в это время ел дыню и сказал, что будет группа называться «Дыня». Я такая решила, а что, вправду бы «Дыней» назвать. Но я немножко переработала, чтобы английский «Мьюзик Мелани» получилась. То есть это означает «музыкальная дыня». И наше значение группы таково, что мы создаём новые песни с сочными мелодиями, как сочная дыня. Кто в группе лидер и почему? Меня выбрали лидером, потому что, во-первых, я собирала всю эту команду из девчонок, во-вторых, потому что у меня есть все приложения для редактора музыки, песен, и поэтому, соответственно, я и редактирую, делаю и продвигаю песни. Как вы думаете, ваша группа будет жить долго? Я думаю, в среднем где-то 5 лет, а больше я себе не представляю. А что вы думаете о прошлой группе «Мьюзик Мелани»? Спросила у меня подписчица. Я скажу, что «Мьюзик Мелани» и «Мюс Мелани» — это одна и та же группа. Просто мы решили «Мьюзик Мелани» название сократить до «Мюс Мелани», чтобы легче было произносить. Сколько лет Макне? Самый младший участник — это Лучик, и ей 9,5 лет. То самый скандальный участник. Слава богу, у нас скандалов нет, но если иметь в виду самый захейченный участник, это, по-моему, Бравадоу, потому что у нее больше всего подписчиков и, соответственно, больше хейтеров. Будут ли новые участники? Слово передаю визуалу нашей группы «Бравадоу». Именно по этому поводу я вообще ничего не знаю, потому что мы уже привыкли вчетвером петь. Возможно, в будущем кто-то появится, но я думаю, нам больше человек уже не нужно. Когда вы дебютировали? Мы дебютировали 30 сентября 2022 года с песней «Варлин на районе» в составе двух человек — Бравадоу и, конечно же, я. А «Звездочка» и «Лучик» добавились к нам в группу где-то в апреле. Я говорила в прошлом видео. Когда закончится контракт. Ну зачем контракт, получается, делать очень коротким, потому что мы же просто не сможем сингл-альбомы больше выпускать. Вот, я думаю, пускай закончится в 2031 году. Короче, если честно, мы до сих пор не решили, когда закончится у нас контракт, но я думаю, что как минимум 2027, а вот как Бравадо сказала, максимум 31 год. Есть ли соцсети, кроме Ютуба? Мимо Ютуба у нас есть страничка в Рэпфэм, там, где мы редактируем и делаем песни. Если хотите, подписывайтесь. Итак, дружна ли вы группа? Я думаю, да, потому что, в принципе, мы пишем песни, я, например, иногда даже текст, и мы радуем своих подписчиков и зрителей новыми песнями, танцами, хореографией, вот, и новыми сингл-альбомами. Так, а следующий вопрос. С кем из участников вы дружите больше? Ну, трудно сказать, потому что я очень... У меня нагруженный график, и я редко вижусь со всеми с Мэлла. Ну, меня, конечно. Ну, наверное, если смотреть чаще, то я, скорее всего, с Аделиной, Варлиной, вот. И потому что с Лучиком и Звёздочкой я виделась давно, ну, прям, именно лично. А Мисс Мэлла я встречала, получается, в ноябре где-то, вот так, месяц назад, вот. Где вы записываете песни? В основном мы встречаемся на улице, например, в парке, и там, сидя на скамейке, записываем песни, вот. Но бывали исключения, когда мы записывали у себя дома дистанционно или вообще где-то в общественном месте, такое как кафе, торговые центры, ну, или что-то такое. Группы любит каждый участник. Давайте начнём с меня. Я люблю Blackpink, именно если смотреть кей-поп. А Варлина Stray Kids, ну, если я, конечно, не ошибаюсь, про Звёздочку и про Лучик я вообще ничего не знаю, потому что мы с ним на эту тему вообще не общались. Даша всё правильно сказала. Я люблю Stray Kids, я также и люблю BTS, Blackpink и Baby Monster. Но сейчас у меня ульдер-группа BTS. Звёздочка любит Stray Kids и то только несколько где-то песен, она их не стенит. А вообще Близняшки любят песни Майкрафтеров и песни про персонажей из Genshin Impact. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Всем пока-пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!